Итак, всем привет! Сегодня очень кратко по майскому ивенту линия фронта. Как видим, в ангард добавили два танка. Это классические восьмерки. Т-44, один из лучших таких танков на своем уровне, самая сбалансированная СТ-шка, по моему мнению и мнению других игроков и вододелов. Для этого режима он подходит как нельзя кстати и достаточно такой бронелогый танк Т-32ФЛ. Нам его выдали на время ивента, потом заберут. 127 брони корпуса и 298 башни, еще и борта 197 башни, рикошетный. Неплохой танк для этого режима просто на ура зайдет. Ну и сейчас, в принципе, мы отправляемся в бой. И также у меня есть восьмерка MXCDC, она для этого режима также доступна. Ивент будет длиться несколько дней, поэтому, в принципе, нужно поторопиться. Здесь мы выбираем линию фронта, нажимаем в бой и ждем, соответственно, когда нас примут. Реализован он достаточно хорошо, хотя были некоторые опасения. После не самого лучшего осеннего ивента на Хэллоуин, там где были Левиафан и всякая вот эта вот тема. Там было два танка, один из них с башней, задней башней расположения. Там была многобашенная система, там несколько орудий, но было это реализовано слабо. Здесь, в принципе, не стали изобретать велосипед, здесь режим 15 на 15 разделен, вернее, 30 на 30, да. И по 10 человек на какой-то сегмент карты вот нам дается. Дается, и мы, соответственно, ездим, дефим. Видите, все написано, захватывайте зоны, прорвать к дотам, уничтожать их. Ну, в принципе, мы либо нападаем, либо защищаемся. Достаточно все хорошо сделано, критических проблем не обнаружено. Как видим, здесь люди, у кого что было, то, в принципе, сюда и взяли. Некоторые только на вот таких вот танках. Танках под этот режим. Ну, конечно, многие игроки взяли достаточно имбоватые танки. И защитники здесь встречаются, и много здесь, в принципе, и скорпионы. В этом плане все как всегда. Работает, скажем так, с ОБСом в режиме записи. Работает, в принципе, достаточно терпимо, сносно. Но, опять же, это все-таки не самое лучшее у меня железо. Но, опять же, думаю, большинство игроков смогут насладиться все-таки игрой. Каких-то критических, конечно, проблем нету. Но реально Петровичи на калькуляторах будут материть разработчиков. Это, в принципе, уже известно заранее. И по общему патчу, в принципе, вот мне на канале люди пишут, на форумах я общаюсь. Люди недовольны производительностью вот в этом новой версии 1.0. С движком инкора и так далее. Потому что люди, в принципе, ожидали прироста производительности существенно. Но, как говорится, чудес не бывает. И рано или поздно, конечно, компьютер придется обновлять. Здесь мы пробиваем его в приборы наблюдения, в эту планку. Ну, и здесь стараемся максимально насветить и прыгаем на другой танк. Другим танком возьмут А-32ФЛ. Опять же говорю, очень стоит цель как бы быстро все показать, рассказать. Быстро все показать, рассказать, чтобы вы сами могли опробовать этот режим. Потому что смотреть видео, смотреть хорошее видео, это одно удовольствие, это один опыт. Но все-таки нужно реально сыграть. Говорю, найдите время, постарайтесь зайти. Это не тестовый доступ. Это уже реально то, что есть на серверах. То, что уже включено в данный микропатч или в ночной патч. Вот это все было, я зашел, оно как бы все работало. Ни за что платить не нужно, танки выдаются. Ну, единственное, вы будете платить стандартную стоимость ремонта. Видите, даже без голдовых расходников можно пробивать. Та же Т-44-ка нормально пробивается. Ну, вот этот Т-34, конечно, нужно объезжать с бортов. В лоб его не все танки будут пробивать. Но, опять же, как видим, много людей повыходили на своих танках в бой. На премтанках тут, в принципе, в надежде что-нибудь подфармить. Повторюсь, режим сделан качественно. В вечернее время проблем с доступом к серверам также нет. Ну, раньше я просто был занят, не смог дневной стрим сделать. Вот, в принципе, все ожидаемо, все играбельно, все, скажем, нормально. Но, опять же, нужно только чуть-чуть более вдумчиво и аккуратно играть. Попробую пробить его в шишечку. Люди на ВЗ-шках ездят. Ну, учитывая, что карта большая, в принципе, подсветка не помешает. Но мы попробуем воспользоваться выбором этого игрока и нанести ему урон. Конкретно по выбору танка для этого режима я рекомендовал бы все-таки достаточно быстрые танки. В принципе, разработчики поступили мудро, что дали такую небольшую подсказку в виде вот этого танка Т-32ФЛ. Он и дамажный, и вроде как и с альфой не самой высокой, но все-таки это альфа тяжелого танка. Исходя из этого, в этом режиме достаточно востребованные танки быстрые и бронированные. Тот же же защитник, из три вот какие-то такие танки, они будут хорошо. Ну, или хотя бы американская Т-34-ка, там башня бронирована, от башни на ура удастся поиграть. Тайти-59, в принципе, неплохо, если ваглдой зарядить. Видите, это режим точки снабжения, мы здесь можем произвести ремонт. Ну, вот, конечно, нужно все-таки ускориться и на Б поджать все-таки. Ну, здесь что Б, что Ф, они, в принципе, равнозначно далеко, и здесь в этом режиме нужно постоянно форсировать события, потому что реально времени мало, нужно захватывать быстро. Что мне вот понравилось, что действительно напряженно, и есть какая-то вот динамика развития, нету кустового сиденья, здесь как бы игра сама стимулирует действовать быстро, агрессивно, либо вот в случае дефа аккуратно, но все-таки тоже сильно не засиживаться. Все-таки решил я поехать на F. Может, не самый лучший выбор, но, тем не менее, мы видим действительно такой насыщенный геймплей. Постоянно что-то происходит, здесь режимы... Так, нужно сделать артобстрел. Хотя, в принципе, его было бы сделать в точке Б, наверное, более уместно. И сейчас мы, в принципе... Здесь и авиаудар можно заказать. Все-таки игра больше стала вот как-то более современная. Какие-то залпы, постоянно точки снабжения. Но все-таки она стала более динамичной, и при этом более вот зрелищной в этом режиме. Потому что вы ехать один раз там, умереть от ваншота, а здесь есть все-таки шанс выбрать другой. Танк танки кадешится со временем, и мы можем вернуться в бой. Либо на этом танке, через какое-то время, либо выбрать просто любую другую восьмерку, и на ней нормально съездить. Это дает возможность именно каждому игроку, даже такому слабому посредственному игроку со статистикой ниже среднего, все-таки как-то себя в бою показать, и как-то пофаниться. В этом плане ивент, в принципе, достаточно лояльный. Но опять же, при наличии премиум аккаунта, можно и пофармить, в принципе, как в обычном бою, как на обычной карте. Здесь мне нужно брать инициативу все-таки в свои руки. И вот эту точку F, в принципе, нужно более активно захватывать. Тем более и рикошеты идут, броня тут есть в башне, башня вообще отменная. Проблем с броней вообще нет на этом танке. Да и корпус, в принципе, наклон тут очень, очень серьезный наклон. Единственное, что слабые борта, тут бортом танкануть особо не получится. Так, очень хорошо подсветил. Ну, видите, защитник здесь просто, если найдет позицию, будет, в принципе, неплохо свою альфу реализовать. Ну, и тут опять же такой вариант. Либо сидеть и ждать, скажем, такого удачного момента выехать, либо все-таки стараться действовать как можно активней и просто пушить, скажем, брать количество. Также, ну, это логично, что больше людей стоит на захвате, тем, как, скажем, по условиям игры, по механике игры, захват происходит быстрее. Соответственно, есть смысл доехать до базы, просто где-то встать. Где-то встать, ждать несколько секунд, захватить, в принципе, и двигаться дальше. Ну, и конечная цель – это уничтожение именно уже ихнего тыла, это артиллерии. Опять, если что-то подобное введут уже на постоянной основе, это действительно разнообразит геймплей. Так, здесь не удается быстро выехать. Все они там достаточно основательно дефят. Ну, и видите, танк с броней, в случае того же ИС-3, в случае вот нашей Т-32-й версии американского тяжа, происходит то, что реально идет рикошет башни, видите, то у нас там не пробили, то тут не пробили, то мы кого-то не пробили. И вот благодаря этому, скажем, такой бой более продолжительный, более зрелищный. Опять же, на картонном танке, ну, если это не сверх какой-то имбовый танк с большой фой, пробитиям тут, в принципе, играть будет сложно. Вот на CDC здесь играть и неудобно, и некомфортно, и, соответственно, неинтересно. Попробуем арт-обстрел. Хотя можно было ударить по самой цели. Как вариант, конечно, доехать до точки снабжения, но это, в принципе, да будет достаточно рискованно. Сюда куда-то бортом ехать. Ну, как, в принципе, еще неплохо. Они разрядились, может, это дало нашим союзникам, которые поближе... Опять же, точка снабжения, если бы до нее добраться, она была бы, скажем так, решающим фактором в нашу пользу, таким неплохим подспорьем для дальнейшего продвижения. Но, как видим, не удалось мне туда попасть. Откатилась у нас Т-44-ка, и предлагаю пойти на... В принципе, пойти на Е все-таки нужно как-то и там продвигаться, как бы финальная цель-то захват, или можно на Д. Потому что на Е шансы небольшие в данный момент, слишком уж много их. Сюда бы пару ПТ-шек. Хотя можно и здесь... Не суть важна, короче. Это все равно конечная цель продвинуться как можно дальше, выполнить, уничтожить цели, и, в принципе, моя цель это показать вам, насколько этот режим может быть интересен, ну или неинтересен, если оно вам не понравится. Но, опять же, таких объективных причин его пропускать я не вижу. Потому что все сделано хорошо, все работает. По производительности... Ну, скажем так, не самая высокая производительность на моем компьютере, но, в принципе, более-менее еще и играбельная. Это при условии стриминга или записи. А так, в принципе, можно... Можно нормально поиграть. Ну, этот факт, что игра требует теперь многопоточности. Опять же, к слову, Петровича, то, что реально на каких-то древних компьютерах проблематично поиграть. Игра уже научилась задействовать и 4 потока, и 8 потоков. И сколько, в принципе, в системе есть, только и задействует. Видите, здесь от Фердинанда танканули. Ну, Т-44-ка всегда была с хорошей башней. Это... Это, в принципе, факт. Достаточно хорошо я посвятил в этом бою, но вот урона какого-то феноменального не нанес. ТВП, ВТУ это вообще один из самых плохих танков. У меня есть видео на канале. У него и плохие УВНы. Охреновая башня. Он весь высокий сарай. Потому на ТВП, ВТУ, ну, здесь, в принципе, как по мне, делать нечего. Здесь бы загуслить его неплохо, хотя он такой печенье, что и так загуслился. Очень сильно поджимает врейна, как видим. И на Е, то, что я не поехал на Е, это в какой-то мере могло сыграть. Не в пользу нашей команды, потому что все-таки я выбрал более простой путь, более как все это зрелищно сделать, вам показать, но, как видим, на командный результат это повлияет. Так, здесь ворт башни залетает. Корпус у него достаточно бронированный. Попробуем под таким углом. В принципе, и остался CDC. Мое отношение к CDC вы знаете. CDC танк хреновый. У него нету брони, у него все плохо, плохая стабилизация. Ну, подвижность в данном случае она не может быть преимуществом, потому что те точки, на которые мы приезжаем, мы реально от башни поиграть не можем. Башня, кроме того, что картонная, так она еще реально и крупная. Ну, в принципе, в лопу здесь на F никак не поможем. На вот таких вот картонных танках очень тяжело играть по ситуации. Вот что-то резко поменялось, нам нужно что-то подъехать, подсобить, где-то вот пропушить, а как бы ничего. Реально даже танки 6 уровня пробивают. Ну, а с восьмерками вообще очень печально играть. Т-44-ка американская со своей альфой. Так, добавили время, это хорошо, это то, что... Это то, чего нам не хватало, и время это реально очень ценный ресурс вот в этом режиме. Потому что поремонтироваться можно, даже там в случае, если слились, можно что-то, а вот если время кончилось, то уже как бы все. Вот и гусь, в принципе, у кого какие восьмерки были, те и выкатили, чтобы побольше, побыстрее. Ну, и пофармить, соответственно, какой-то повод тоже будет. Опять же, очень, говорю, интересный режим, то, что такие танки, которых я вообще очень редко вижу, того же гуся я уже вообще 300 лет не видел, и тут он есть. Это американский тяж М6. Также, в принципе, не очень популярные танки типа Мини Мауса. его прокачали и забыли, но у кого он остался, опять же, в этот режим выкатили, его броня тут будет полезной. КОНЕЦ Так, уходим отсюда. Ну а тут, собственно, на грани видимости у нас есть и СТРВ, и есть, в принципе, тяжики. Надеюсь, более-менее мы тут можем порасстреливать. Все-таки какой-то коэффициент независимости у СДС есть. Опять же говорю, очень как-то все у нас не быстро происходит. Как бы и поехать помочь не могу, потому что на таком танке особо не поможешь. Все-таки броня для меня, да, для большинства нормальных таких адекватных игроков, кто воспринимает игру вот как способ провести просто веселое время с друзьями, броня это реально возможность играть более активно. Потому что просто сидеть, тупить, и тем более сидеть, тупить, это интересно на танках с большой альфой. А вот с маленькой альфой, где нужно реализовать ДП, нужна либо броня, либо очень маленькие габариты, хорошая скорость, там, незаметность, это больше КЛТ-шка. Видео ужасное просто, у него фактическое время сведения. Фактическое время сведения, оно... Секунды, наверное, четыре. Хотя у меня пропали прокаченные экипажи, все остальное, даже в крышу башни как-то. У тебя просто вообще нету стабилизации. Хрен с ним уже. Ну вот так, в принципе, для того, чтобы вы понимали, как происходит игра на CDC. Это там не свелся, там не попал, там не пробил, там еще какая-то лажа. Все-таки удалось добить этого товарища. Ну, опять же, сейчас самое сложное, когда мы уже вроде все сделали, но нужно реально подпушивать вот эти объекты, которые нам нужно по миссии закрыть. Ну, вот напряженный такой бой, опять же, исход очень неочевиден еще. Вроде и все сделали, но время осталось столько мало, что буквально один-два танка вражеских могут нам запороть все это. Карта сделана хорошо, в принципе, приятно все проработано, она достаточно крупная. Ну, и все там, в принципе... Очень напряженный бой, и, как видим, в принципе, по сути это поражение, потому что мы не продвинулись. Ну, все, ладно, а тут... В принципе, еще есть шансы, но, опять же, как видим, все очень небыстро. CDC подвел именно в этом бою реально. Все, победили, можно сказать, на последних секундах. Спасибо за внимание, подписываемся на канал, комментируем, в принципе, и встретимся, до встречи в этом режиме.